Теперь о других событиях, людях и явлениях, которые оказались в центре внимания в Китае. Милан переезжает в Китай. Продажа футбольного клуба сообщил экс-премьер Италии Сильвио Берлускони. В ближайшие два года новый владелец европейского гранда должен инвестировать как минимум 400 миллионов евро на его развитие. Берлускони владел Миланом на протяжении 30 лет, однако в 2012 году его приговорили к четырем годам лишения свободы за налоговые преступления. Бывший премьер объявил, что готов передать права на Милан тем, кто сможет вернуть клуб на лидирующие места в Италии, Европе и во всем мире. Выбор пал на китайских инвесторов, которые согласились заплатить Берлускони 400 миллионов евро в течение двух лет. Все больше китайцев делают выбор в пользу фитнеса, активного отдыха и здорового образа жизни. В стране резко вырос спрос на спортивные товары, трекеры с GPS, компрессионная одежда для бега и гидраторы для заездов на велосипеде. Молодежь из мегаполисов активно сметает их с полок магазинов. Производители новой моди более чем рады. Американская корпорация VF, к примеру, за последние 10 лет смогла увеличить свою прибыль в Кайнер в 30 раз с 20 до 600 миллионов долларов. По данным аналитического агентства Евромонитор, к 2020 году объем рынка спортивных товаров в Китае достигнет 43 миллиардов долларов, опередив рынок товаров роскоши. В связи с этим многие международные компании решили увеличить свое присутствие в Кайнер. Так, в Adidas решили открыть в стране более 3000 магазинов в ближайшие годы. Продолжение следует...